Здравствуйте, дорогие друзья! На этой неделе мы с вами изучаем недельную главу Лех-Леха. Мы учим о жизни Авраама Вину, первого еврея нашего отца Авраама. Талмуд нам говорит, спрашивай себя ежедневно, когда же ты начнешь соблюдать, как соблюдал твой отец Авраам, как соблюдал твой отец Ицхак, как соблюдал твой отец Яков. Когда уже ты достигнешь уровня их соблюдения, мы обязаны стремиться к этому, и мы это можем, потому что мы дети Авраама. Давайте обсудим один момент про Авраама, который мы можем применить в нашей жизни. Написано, что Авраам, ему Бог говорит, уйди из земли своей и иди к Наан, уходи из дома, иди в землю Израиля. И вот Авраам уходит, начинается в Израиле голод, нечего есть, тотальная нищета, и ему приходится уйти в Египет. И написано, что он без ничего шел в Египет, ужасный голод, и он там пробыл в Египте, но уже на обратном пути, Бог ему дал колоссальное благословение духовное и финансовое, и стал Авраам кавет, у него стало очень-очень много денег, кавет бомикне бакеса бубезагав. Когда он возвращался в Израиль из Египта, он был огромным-огромным богачом, колоссальным богачом того времени. И что? Написано, Раша нам учит из слова «Лем Масаа», Раша пишет, что когда он шел из Израиля в Египет в нищете, он останавливался в разных очень дешевых хостелях, потому что не было денег. И когда он возвращался уже богатым, он шел по тем же самым местам. Те же самые однозвездочные какие-то маленькие дешевые гостиницы, в которых он останавливался по дороге в Египет, он прошел через те же места, будучи огромным богачом. Почему? У тебя же есть деньги, сними пятизвездочные гостиницы, отдохни немножко. Но нет. Авраам, несмотря на то, что он очень сильно разбогател, это никак на него не повлияло на его обычную жизнь. Он останавливался в тех же однозвездочных самых простых хостелях. И Тора это подчеркивает еще в одном месте в нашей главе. Написано, что он разбогател, что он стал кавет бакесову безагаб. Кавет на иврите тяжело. Ему это вот богатство, золото и серебро, ему это было в тягость. Говорят на наши мудрецы такой пример, что наручники, которые я не хочу, чтобы они были, цепи, которые меня сковывают, они очень тяжелые. Но если я одеваю украшение на руки, оно имеет такой же вес, как и наручники, как и цепи. Но мне приятно его нести, потому что я люблю это украшение. И я вообще не ощущаю веса вот этого украшения на руках, потому что я этого хочу. Для Авраама вот это вот богатство, это было как наручники, как что-то, что ему не надо, что он не хочет, что не является частью его. Но ему нужны деньги, чтобы оплатить учебу учеников, чтобы делать колоссальный Ахнаса Турхим, принимать гостей. Но ему это все кавет, ему это в тягость, ему это все очень тяжело. Он в принципе не хотел бы эти деньги иметь. Но в этом материальном мире они ему нужны, но они ему кавет, они ему тяжело даются. Ему как бы с ними некомфортно, как с этими наручниками. И это получается, мы видим вот этот вот факт того, что Авраама эти деньги никак не изменили, что он останавливался в тех же гостиницах. И что Тора заявляет и говорит, что ему это было неприятно, тяжело. И он этому не был рад, но он понимал, что это необходимо. И здесь мы видим то, что написано в Биркад Амазон. Оно очень сильно совпадает с жизнью Авраама, которому было богатство материальное. Оно ему было некомфортно. Где мы это видим в Биркад Амазон? Мы говорим Всевышнему. Арахаман, и ты милосердный, дай нам браха. Арахаману и шлахлану браха мруба. Дай нам большого благословения. Всевышний, дай нам духовное и материальное благословение. Это важная просьба. Но мы подчеркиваем. Альшурхан зе. Вот за этим столом. Баба и тазе. И в этом доме. Арахаману и шлахлану браха мруба. Баба и тазе. Баба и тазе. Альшурхан зе. Шахан луалав. Дай нам в этом доме, на этом столе, огромное благословение. Причем здесь стол? Причем здесь дом? Дай нам благословение. Зачем упоминать стол и дом? А здесь мы говорим, что Всевышний, дай нам богатство. Нам нужны деньги. Нам нужно содержать учеников, открывать синагоги, кормить бедных. Но дай нам деньги, и чтобы мы не изменились в результате получения богатства. Чтобы мы сидели бы за тем же столом, что и в бедности. В том же простом доме, что и в бедности. Чтобы мы не покупали новые дома, не гнали за недвижимостью и так далее, и так далее. Чтобы мы были, как наш отец Авраам, который когда разбогател, останавливался в тех же гостиницах, что и всегда. Спасибо огромное за внимание. Пускай Всевышний благословит нас во всех делах, духовных и материальных. И мы останемся в наших домах, останемся такими же чистыми, каким мы были и являемся без этого своего богатства. Спасибо огромное.